Приветствую всех, кто в эти минуты смотрит наш канал в эфире программа «Итоги недели». Подробно о главном за 7 дней расскажем вам я, Анастасия Милишкевич, и мои коллеги-журналисты БУК-ТВ. Из всех событий этой недели мы обсуждаем то, что важно знать в подробностях и к чему необходим компетентный комментарий. Как всегда, в начале выпуска, куротко о главных темах сегодняшней программы. Финал путешествия ребят под названием «Конкурс юных чтецов. Живая классика» с брестскими победителями конкурса встретился заместитель председателя Брестского облсполкома Вадим Кравчук. О профессионалах своего дела, о тех, кто отдается ему всецело, о тех, кто ежедневно доказывает и подтверждает высокую квалификацию и подкованность в широком спектре вопросов. Представители Брестской таможни отпраздновали свой профессиональный праздник. Телезнакомство. Ирина Горбацевич, учитель информатики гимназии номер один города Бреста имени защитников Брестской крепости, педагог с большой буквы удостоен названия Человека года 2022. Она продолжает удивлять и удивляться. 55 участников, 7 стран. Армения и Азербайджан, Беларусь, Кыргызстан, Израиль и Сербия, Россия. В областном центре открылась филателлистическая выставка для детей и молодежи «Юнифил-2023». Любимое обрещанными спортивное состязание вновь дало команду на старт всем любителям здорового образа жизни. Более 500 участников собрал Берестейский забег. В эфире программа «Итуги недели» и мы начинаем. 2 и 3 сентября в городке Витебской области прошел 30-й день белорусской письменности. Накануне празднования Дня белорусской письменности состоялся финал и записи видеоверсии республиканского конкурса юных штецов «Живая классика». В этом году в конкурсе приняли участие порядка 10 тысяч школьников, которые читали свои любимые произведения классиков белорусской литературы и современных авторов. Среди победителей четверо из Брестской области. С этими ребятами, талантливой молодежью и будущими культурными деятелями нашей страны на этой неделе встретился заместитель председателя Брестского облсполкома Вадим Кравчук. Нас пригласили в областной исполнительный комитет, как педагогов, подготовивших победителей республиканского конкурса юных штецов «Живая классика» по итогам 2022-2023 года учебного. У нас вышел уникальный случай. Конкурс проводится с 2017 года в республике. Проводится по четырем возрастным номинациям. Это младшие школьники 1-й, 4-й класс, два средних, 5-й, 6-й, 7-й, 8-й класс и 9-й, 10-й класс. В течение истории всего конкурса у нас были победители. Ребята из Брестской области выходили в финал, становились победителями. Но в основном это в какой-то одной возрастной номинации. В этом году уникальный случай. В каждой возрастной номинации победители представители Брестской области. В финале республиканского конкурса юных штецов «Живая классика» выступили 17 участников. Беспристрастное жюри определило лучших в четырех возрастных категориях. В этом году Брестская область представила сразу четырех призеров. Так, среди учеников начальной школы ученицы Песковской средней школы Комаринского района Анна Малычик заняла третье место. Среди представителей 5-6 классов третье место у Павла Скрытского, средняя школа номер 9 города Бреста. Среди учащихся 7-8 классов первое место у Станислава Мартысюка, воспитанника Брестского государственного областного центра молодежного творчества. И, наконец, среди учеников 9-10 классов первое место у Дарьи Ливковец, также занимающиеся в Брестском центре. Брестская область Мы готовились относительно долгое время. То есть это были и выступления какие-то до самого конкурса «Живая классика». То есть я нарабатывала там опыт. Далее это были просто репетиции какие-то. И также вот само выступление на телеканале СТВ. Эмоции, конечно, впечатления от самого конкурса фантастические. Адреналин изначально зашкаливал, но на самом деле это очень запоминающееся и масштабное, я бы сказала, выступление. И от него, правда, остается только положительные эмоции. До хаты тетки Олеси подъехала грузовая машина. С кабины вышел немец. С машины слезли два полицаи. Яны худенько, не спыняющиеся, пошли у хату. У хати была одна Мишева мама. Яна хатовала обед. Олеса была у хлеве или уже спешалася у хату следом за немцами. А за ее убегли дети. Это произведение «Завор», что Янки Маура. Выбрал его не я. Предложил мне его Валерий Владимирович, мой педагог, еще раз повторюсь. Ну, естественно, я согласился. Мы с ним его наработали, выступили с ним. Если честно, мне это произведение, оно очень тяжелое. Но оно мне очень понравилось. Оно душевное. Нужно с эмоцией его выговаривать, говорить, произносить. И вот эмоции, когда я его рассказал в финале, они были безумными, потому что я видел лица жюри, видел их отношения ко мне, я видел их глаза. То, что, ну, я понимал то, что я им действительно, наверное, понравился. А когда я выступала на Дне белорусской письменности в эфире, мне сказали то, что зрители аплодировали стоя. Честно, я этого не видел, я тогда опустил голову, но на записи я потом увидел, что зрители аплодировали стоя, то, что очень много спустили слезу. В общем, эмоций было много. Встреча с заместителем председателя Брестского облсполкома Вадимом Гравчуком стала своеобразным финалом путешествия ребят под названием «Конкурс юноч-тецов «Живая классика». Они делились впечатлениями, планами на будущее и с удовольствием выслушали наставления от представителя областного руководства. Молодцы, что пропагандируете нашу белорусскую литературу. Это очень важно. Но отдельное слово благодарности я хочу сказать за праздник, который был последний день письменности в городе Городок, в Витебской области, когда публику тех 1200 стульев, которые сидели от взрослого до... А там в основном были взрослые, смог сделать так, что они прослезили. Даже с самого такого мужскую половину у нас, мужиков, даже те, которые казались, ну все, кремни, не могут никогда ничего, не это. И то легкие такие глаза стали стеклянные, чуть-чуть со слезами. Это, ребята, это круто, это молодцы, значит, мы можем. Значит, ваши педагоги не просто так старались. И они то, что не реализовали, наверное, в своей жизни, они реализовали на вас. Это дорогого стоит. Я скажу, молодцы. Встреча прошла душевно и интересно. И, конечно же, не обошлось без подарков от областного исповедного комитета юным почитателям родного слоба. Тем более, что для некоторых участников это первые победы и первые подобные встречи. Я занял третье место на республике в конкурсе «Живая классика». Я считаю, что это большой опыт, потому что на СТВ у меня никогда еще, я прям так официально на телевизоре не появлялся. Но я считаю, что это большой опыт и что у меня еще все впереди. Это для тебя первый конкурс? А кто тебе на конкурсе хотелось? И Лазерна, и мама. А расскажи, пожалуйста, ты любишь читать? Да. Брещена гордится своей талантливой молодежью. Нам остается пожелать ребятам лишь успехов, и мы надеемся, что уже в скором времени вся область будет говорить об их новых победах. Василина Буцкевич, Андрей Щерба, Юрий Лимонтович, Новости Бреста. На этой неделе, 20 сентября, свой профессиональный праздник отметили работники таможни. В этот день сотрудники Брестской таможни принимали поздравления и награды. И это естественно. Ведь переоценить значимость профессии и роль таможенной службы в экономическом развитии Беларуси невозможно. Каждый день белорусские таможенники ведут активную борьбу с контрабандой наркотиков, психотропных и других запрещенных веществ и административными правонарушениями. От профессиональных качеств, честности и патриотизма этих людей зависит успех внешней и внутренней политики страны. Потому для них в рамках профессионального праздника в городе над Бугом прошел ряд мероприятий. Это и принятие присяги молодым пополнением, а также вручение заслуженных и почетных наград. Более подробно в следующем сюжете выпуска. 20 сентября самые ответственные, бдительные, проницательные и целеустремленные военнослужащие, сотрудники таможенных органов Республики Беларусь, отметили свой профессиональный праздник. Для того, чтобы он был поистине торжественным, в городе Бресте был организован ряд мероприятий. Одним из ключевых стало принятие присяги молодым пополнением. Чтобы этот момент остался в памяти навсегда, церемонию организовали при участии ветеранов, лучших офицеров и, конечно же, близких и родных. 37 молодых сотрудников таможни вступили на свой путь и пообещали соблюдать законы и принципы, а также всегда быть на страже нашей границы. Беларусь, ряда соблюдать Конституцию Республики Беларусь, законодательство Республики Беларусь, высоко нести честь и достоинство должностного лица таможенного органа, защищать экономический суверенитет и экономическую безопасность Республики Беларусь. Сейчас наши молодые коллеги, каждый из них профессионал в своей области, по профильной специальности, которую он получил в высшем учебном заведении. И я уверен, что в самое ближайшее время мы действительно сделаем из них специалистов и профессионалов в области таможенного регулирования. А что им понадобится знать, это, безусловно, весь аспект и всю ширину действующего таможенного законодательства не только Республики Беларусь, но и Евразийского экономического нашего союза. Профессионал всегда познается тогда, когда он понимает, что ему надо делать. Поэтому им профессионализма и, наверное, вера в свою работу, чтобы на благо нашей синевокой Беларуси. Один из лозунгов таможни – «За нами родима». Поэтому дай Бог, чтобы там работали только те люди, которые видят и верят в нашу страну. Те, кто работает и живет в Бресте, это те люди, которые, подтверждение там у наших молодых сотрудников таможенного органов, которые сегодня принимали присягу. Это все брещане, которые вернулись на свою малую родину. Уже те, кто побывал в Бресте, поработал здесь, это люди, которые верны вот той малой родине, которую они первый раз вступили на свой профессиональный путь. Поэтому мы верим, что мы не только по хэштегу «Первый регион первый», но и по своим качествам наши люди стараются своим трудом добиться и доказать, что мы лучшие во всем. Если молодое пополнение только начинает свой профессиональный путь, то более старшие и опытные поколения в праздник получили свои заслуженные награды, грамоты и дипломы. В их адрес звучали самые теплые слова признания за хорошую, а главное долгую службу в этой профессии. На службе я 13 лет. Моя работа – это мое все. Я живу работой и прилагаю все усилия для того, чтобы моя работа была полезной, важной и приносила государству, народу, моей семье, моим коллегам удовлетворение, пользу и удовольствие. Награды находят меня, значит, кто-то оценивает мою работу положительно. Для меня это большая честь, это признание моей работы и моих заслуг перед Отечеством, перед Родиной. Моя работа таможенника – это жизнь, которую хочется прожить достойно. Так же по совести и по чести ее и делать в дальнейшем. Много знаков отличий, дипломов и благодарности имеет начальник таможенного поста Бресттранспортно-логистический центр Брестской таможни Юрий Пылик, который прошел все ступеньки карьерного роста. В начале пути он даже не мог предположить, что эта профессия его затянет так, что служба превратится в призвание. Выбор профессии для меня, вот эта задача была на последнем курсе университета. Заканчивал я в 2011 году Брестский государственный университет имени Александра Сергеевича Пушкина. И тогда уже на пятом курсе необходимо было делать выбор, куда пойти работать. То есть была возможность пойти работать учителем в школу, но почему-то в то время несколько одногруппников пробовали себя как раз таки попасть на службу в таможенные органы. Ну и я для себя тоже подумал, почему бы и нет, потому что таможенные органы это престижно, это форма, это красиво и это важно. Поэтому попытался на пятом курсе подать документы в таможенные органы, прошел медкомиссию, одобрили. Ну вот с тех пор, с августа 2011 года, тружусь в Брестской таможне. Первая должность, с которой начинал свой профессиональный путь Юрий Пылик, должность инспектора таможенного поста Козловича. В разговоре с нашей съемочной группой Юрий Николаевич о первых днях работы вспоминает с улыбкой, несмотря на то, что тот период был для него сложный. Тяжело было идти первый день на работу, потому что все-таки присутствовал какой-то страх, ожидание, а что же меня ждет, ожидает. Но когда я пришел в коллектив, и достаточно хорошо коллектив меня встретил, и много людей, которые и помогали, и подсказывали, и плюс институт наставничества, и все вот этот период адаптационный, ну достаточно легко прошел. А дальше интерес путем получения новых знаний, путем поручения и выполнения каких-то заданий от руководства, опять-таки похвала тоже много значит. Ну и дальше пошел такой, ну скажем, карьерный рост, то есть инспектор, потом старший инспектор, потом главный инспектор, ну и так дошел до заместителя начальника таможенного поста Козловича. То есть по сути на Козловичах оставалась только одна должность, это начальник таможенного поста. С февраля 2023 года Юрий Пылик стал начальником таможенного поста Брест транспортно-логистический центр. И сегодня он, как руководитель в совместной работе с коллективом, применяет те же самые правила общения, которые когда-то ему помогли влиться в коллектив и почувствовать себя комфортно и уверенно. Сегодня к Юрию Николаевичу приходят не только по рабочим моментам, но и по личным вопросам. А это значит, ему доверяют. Если говорить о Юрии Николаевиче Пылике, как руководителе, то хочется отметить то, что он всегда приходит на помощь, всегда выслушает. И объективно, грамотно, под руководством Юрия Николаевича работать, как бы сказать, одним словом, емким, ну, комфортно. Скажу по правде, меня, ну, все устраивает. Юрию Николаевичу мне нравится то, что он является человеком, в первую очередь, справедливым. То есть, кто как работает, к тому соответствующее отношение. Работаешь хорошо, делаешь все на высоком уровне, ну, соответственно, и начальство будет тебе относиться должным образом. Если где-то не дорабатываешь, ну, в тактичной манере будет на это указано, и уже нужно будет об этом делать. Как начальник, меня устраивает полностью. С каждым днем Юрий Пылик понимает, что он выбрал правильное место работы, что он достойно выполняет свою работу в тандеме с любимым коллективом. Как итог, более 11 лет труда за плечами. За мои 12 лет ни разу не было сомнений по поводу того, что я работаю не там, либо что мне нужно сменить свою профессию. Ни разу в моей голове не проскочила такая мысль. Возможно, это все-таки идет от воспитания. Почему? Потому что у меня отец, он в 40 с лишним лет проработал водителем. То есть, вот как пришел на первое место работы, так и на пенсию ушел вот с этого места работы. Может, тоже как один из факторов, что... Ну и еще немаловажно это то, что не теряется интерес к службе. То есть, интересно идти на службу, интересно решать поставленные перед таможенными органами задачи. Сейчас задачи, как перед руководителем поставленные. То есть, ну, хочется идти на работу. Юрий Лимонтович, Анастасия Мелешкевич, Дмитрий Литвинюк. Специально для программы «Итоги недели». Сейчас о других не менее актуальных темах в программе «Итоги недели». В первом регионе уже несколько лет существует добрая традиция чествовать людей и предприятия, которые добились высоких результатов. А проведение конкурса «Человек-года» и занесение на областную доску почета важный стимул двигаться вперед, совершенствоваться. В этом году 16 человек были удостойны почетного звания «Человек-года». У его обладателей разные профессии, разный возраст, разные взгляды. Но когда почетного статуса удостаиваются педагоги, это всегда заслуживает особого внимания и гордости. За 2022 год одним из самых ярких и вдохновляющих людей образовательного сообщества стала Ирина Горбацевич, педагог информатики, гимназии номер один города Бреста имени защитников Брестской крепости. Ее уровень профессионализма и преданность своей работе сделали ее достойной звания «Человек-года-2022». Наша съемочная группа пообщалась с Ириной Юрьевной и узнала, как ей удается быть для учеников не только педагогом, но и другом, какие эмоции она испытала от почетного статуса «Человек-года» и многое другое. Более подробно смотрите в следующем сюжете выпуска. С первых минут общения Ирина Горбацевич, учитель информатики первой гимназии «Человек-года-2022» вызывает доверие. С ней хочется разговаривать. Настолько она мила, скромна и добра. Но за этой внешней скромностью и застенчивостью скрывается женщина с железной волей и стальным характером. Сказывается воспитание. Женщина родилась в семье офицера, росла очень активным ребенком. Родители удивлялись, как ей удается везде ей все успевать. Прилежная учеба в общеобразовательной школе – отличница в музыкальной занятиях гандболом. Этот перечень можно еще долго дополнять. Ирина Юрьевна могла бы выбрать любую профессию и успешно в ней реализоваться. Но сомнений у нее никогда не было. Она всегда хотела быть педагогом. С педагогикой связала жизнь не случайно. Моя мама – очень хороший учитель, учитель биологии. Она отдала этому 30 с лишним лет своей жизни. Была и завучем в школе. И тоже ее ученики достигали больших успехов. И наш дом был полон учеников. Если классное руководство, значит, это все, как собственные дети, такие же, как и мы. Она не различала. Поэтому выбор не случайен. Ну и мой прапрадед был учителем, ну и по совместительству директором. То есть был единственным человеком, который в Каменице-Жировецкой работал в школе. И я думаю, что это уже целая династия. А вот выбор предметной области оказался сложным, потому что Ирине Юрьевне в одинаковой мере давалось познание точных и гуманитарных наук. Сначала хотелось учить детей читать и писать. А вот в старших классах женщина четко решила, что будет изучать иностранные языки. Но некоторые обстоятельства внесли свои коррективы в жизнь Ирины Горбацевича. Она стала учителем информатики. Информатика на самом деле – это случайность в моей жизни. Потому что в мое время информатики как таковой был предмет, но он был совершенно в другом ракурсе, в другом формате. Поэтому, когда я поступала в педагогический университет, я стояла очень долго и думала, может быть, я хочу быть учителем начальных классов. У меня, наверное, бы это тоже получилось, потому что я люблю организовывать людей, то есть не так учить, как воспитывать. Поэтому, наверное, это мое. Потом я подумала учителем истории, ведь это же тоже замечательно. Историю я любила. Я была в школьные годы победителем Олимпиад и по русскому языку, и по белорусскому языку, по химии, по физике. То есть я ходила на все Олимпиады, по математике, конечно же. Но и только информатика тогда не имела даже своей Олимпиады, поэтому здесь я себя не проявила никак. И при поступлении все-таки я увидела, что есть новая специальность. Это учитель математики и информатики с очень большим конкурсом. И я, золотая медалистка, хотела доказать, что да, я смогу сюда поступить. Я поступила и, конечно, не пожалела. Помимо взаимодействия на уроках с детьми, Ирина Горбацевич в городе и в стране известна как педагог сильных олимпиадников и автор интересных проектов. Добиться таких результатов не каждому педагогу под силу. Сама Ирина Юрьевна скромно замечает, что просто хорошо выполняет свою работу. А чтобы детям было интересно, к каждому находит индивидуальный подход. Способных ребят много, но усердие проявлять и трудолюбие в этом деле очень сложно. Вот, допустим, на олимпиадах у нас только программирование, а программистом может стать не каждый. Что же делать детям, у которых алгоритмическое мышление не разница настолько сильно? Может быть, они хорошо рисуют, а может, они способны делать сайты, может, они еще в каких-то отраслях информатики могут себя проявить. И я стараюсь замечать эти моменты. То есть детям я предлагаю с шестого класса приносить проекты, кто чем занимается, может быть, кто-то компьютером дизайном, кто-то 3D-модели делает. То есть дети абсолютно разные, и они действительно раскрываются. Поэтому мы участвуем не только в олимпиадах по программированию, мы, в принципе, во многих конкурсах участвуем и побеждаем. Потому что, ну, наверное, внутри у меня сидит вот этот победитель. Ирина Горбацевич ни дня не пожалела о том, что на протяжении 30 лет и за дня в день учит школьников не только создавать что-то новое, как всем известный Илон Маск, но и большему развиваться, ставить цели и смело идти к ним, верить в то, что мечты сбываются. И это находит отклик в сердцах ребят. Они тянутся к Ирине Юрьевне и ценят ее за все то, что она для них делает. Ведь сегодня для них Ирина Юрьевна не просто достойный педагог, но и друг, который поможет и подскажет. У нас такая дружеская атмосфера. Ирина Юрьевна – великолепный преподаватель, я считаю. Она нам часто помогает, когда у нас что-либо не получается. Она, что называется, наталкивает нас на пусть истины. Ирина Юрьевна – это педагог, который достаточно большой вклад в неславную жизнь. Я на протяжении уже 7 лет с ней обучаюсь. Все началось с 5 класса. Мы занимались олимпиадным программированием. После этого она также стала моим учителем по информатике. И вот до сих пор мы занимаемся олимпиадным программированием в надежде показать лучшие результаты на областных и республиканских олимпиадах. Самый интересный – это, наверное, подход так называемого друга, потому что Ирина Юрьевна поддерживает тебя в любой ситуации, помогает. Также она, как твой тренер, тебя стимулирует, мотивирует. Также помогает развиваться. И в целом тебя настраивает на дальнейший путь, указывает цели и задачи твои. Сегодня за каждым почетным дипломом человек, его судьба и работа, которую он выполняет, честно и на совесть. Потому и пользуется уважением за свой труд. Неудивительно, что почетное звание «Человек года» досталось именно Ирине Горбацевич, педагогу информатики. Замечательный человек и великолепный педагог. Это вот то, что можно сказать о ней сразу и не задумываясь, потому что она правда. Человек, про которого можно сказать, что если бы все выполняли просто на своем рабочем месте работу свою так, как это делает она, то жизнь в нашей стране была бы намного лучше. Уважительный, достойный, надежный, терпеливый, порядочный, что немаловажно в настоящее время, любящий детей, свою работу и беззаветно преданную. Цена успеха – это ведь такой труд. Вы не представляете себе, сколько времени тратить на то Ирина Юрьевна, чтобы результативность эта была и она была оценена. Но отрадно то, что все-таки замечено и все-таки отмечено. Мне было интересно и приятно узнать то, что в этом году она была признана Брестским облсполкомом «Человеком года». По-моему, это абсолютно заслуженное звание. Я очень этому рад. Мне с ней работать интересно, приятно, легко. Это очень знающий человек, который всегда готов прийти на помощь, поддержать, подсказать в случае таковой необходимости. Получив почетное звание «Человек года», Ирина Горбацевич понимает, что когда-то, 30 лет назад, сделала правильный выбор профессии. «Сказать, что для меня это профессия, это ничего не сказать. Для меня, если честно, это образ жизни. То есть у меня все время в голове планы, какую работу научную сделать, в каких конкурсах участвовать, на кого сделать ставки, кого объединить в команды, куда поехать, что им показать детям, чего они недопоняли. У меня все время вот эта связь есть. Получение звания «Человек года» Брещена для меня не то, что почетно. Для меня это даже никогда не было в моих планах. Я понимала, что это только самые-самые достойные могут эту нишу занять. И когда мне вручили это звание, понятно, что гордость. Но не за себя, а за все учительство. Потому что я считаю, что это действительно такой труд, который должен быть замечен. И раз меня наградили, я думаю, что в моем лице все учительство, всех педагогов, которые действительно изо дня в день делают огромную работу. И никто из них не задумывается, заплатят мне или не заплатят за одно или другое действие. Они просто работают на своем максимуме по многу лет. И им честь и хвала. Анастасия Мелешкиевич, Андрей Щербай, Юрий Лимонтович. Специально для программы «Итоги недели». Мы привыкли узнавать интересные факты и события из научных трудов, проникаться духом времени, погружаясь в исторические романы или повести. Среди этих своеобразных, так сказать, проводников в историю есть еще одни не менее достоверные источники. Речь идет о марке – печатном знаке, который как губка впитывает в себя и отражает мировую хронику событий в маленькой, но очень говорящей картинке в правом верхнем углу конверта. Накануне в Брестском областном центре молодежного творчества открылась филаталистическая выставка для детей и молодежи «Юнифил-2023». Мероприятие организовано под эгидой «Года мира и созидания в Беларуси». Выставка объединила 55 участников, представлены 7 стран. Армения, Азербайджан, Беларусь, Кыргызстан, Израиль, Сербия и Россия. О том, каким темам посвящены коллекции и что изображено на конверте и марке участников, узнаете в следующем сюжете выпуска. Уникальная филаталистическая выставка под названием «Юнифил-2023» накануне открылась в Брестском областном центре молодежного творчества. Эта выставка предназначена для того, чтобы еще раз показать красоту почтовой продукции. Марка ведь не только миниатюрная картинка, но еще и применение новых технологий, которые позволяют сделать ее более живой и интересной. В этот раз участниками выставки стали филателлисты от 10 лет до 21 года. Среди экспонатов – марки, конверты, телеграммы, корт максимума, блоки, открытки. Ребят не ограничивали в выборе темы. Их коллекции посвящены природе, покорению космоса, спортивным достижениям, Второй мировой войне. Как филателлист я всегда считал и считаю, что марка – это как раз тот продукт, который вольно или невольно заставляет и задерживает на себе внимание из-за своей красоты. А когда ты еще понимаешь, что на марке изображено событие, ты опять же, как человек грамотный, начинаешь смотреть и читать информацию об этом событии все больше и больше. Это позволяет, как говорится, и детей, и взрослых делать более образованными, более понимающими, в том числе и историю своей страны. Ну и еще один момент, который говорит о продолжении этой работы и значимости ее, то, что в рамках Всемирного почтового союза, а это ни много ни мало 192 страны, вот эта почтовая продукция расходится, и мы тем самым информируем о нашей родине весь мир. Сегодня Министерство связи и информатизации Республики Беларусь уделяет особое внимание выпуску почтовых марок детской тематики. Уже в первый день работы выставки в почтовое обращение введена красочная серия из двух почтовых марок, рисуют дети Беларуси. Удивляет и почтовая марка с изображением Аиста. При наведении камеры гаджета с запущенным приложением она будто оживает в дополненной реальности. Я привезла 10 работ российских юных филателлистов. То есть, в принципе, достаточно большая часть всех работ представлена российскими нашим, и именно нашим клубом воронежским. Потому что в России клубов не очень много, и юных филателлистов не очень много. И поэтому, узнав о выставке в Беларуси, именно о юнифиле, мы очень обрадовались и собрали все лучшее, и хотим поделиться с вашей страной. Открывая выставку, заместитель председателя Брестского облсполкома Вадим Кравчук в свою очередь выразил уверенность, что юных филателлистов будет становиться все больше. Многие говорят, что уже филателлисты будет, она же не настолько интересна. Но сегодня мы видим, сколько интересных есть у наших ребят. Я ввечу филателлистов еще больше долго, и есть кому передавать этот опыт, профессионализм. И я хочу сказать о том, что коллекции сегодня представлены, есть опять коллекции из таких стран, как Армения, Сербайджан, Сербия, Израиль, с Республикой Беларусь и ряд других стран, мы с вами познакомимся через марки, через конверты, через определенные регистрации с историей того или иного региона, друг или иного страны, и можно соответствовать. Кульминацией открытия стало официальное гашение художественного маркированного конверта, посвященного выставке Юнифил 2023 специальным памятным штемпелем. В церемонии приняли участие министр связи и информатизации Константин Шульган. Заместитель председателя Брестского облсполкома Вадим Кравчук и мэр Бреста Сергей Лободинский. Посмотреть филателлистические коллекции можно будет до 30 сентября в Центре молодежного творчества. Для посетителей филателлисты готовы проводить небольшие экскурсии. Программу «Итоги недели» продолжит сюжет, который можно назвать красивым или «Когда от красоты кружится голова». Это не громкие слова, это про проект «Мисс Беларусь». В год мира и созидания идеей такого масштабного проекта стало созиданием через красоту. Причем красоту не только внешнюю, но и внутреннюю. Именно она наделила участниц магнетизмом, который не перестает приковывать взгляды до сих пор. Напомним, что совсем недавно завершился конкурс красоты и грации, где путевки в финальный отбор получили 24 девушки. Из них 8 менчанок и 16 жительниц областей. Брест представили две красавицы – студентки Дарья Якубовская и Ксения Власюк. Именно с ними встретился заместитель председателя Брестского облсполкома Вадим Кравчук. Об эмоциях и впечатлениях девушек от участия в проекте смотрите в следующем сюжете выпуска. Завершился самый красивый и масштабный конкурс «Мисс Беларусь-2023». Вся страна аплодировала стоя, и это лишь начало новой жизни каждой девушки. Напомним, Брестскую область на конкурсе представляли две студентки Брестского государственного технического университета – Ксения Власюк и Дарья Якубовская. Сегодня это не просто девушки-красавицы, это гордость первого региона. Об этом и не только сегодня говорил заместитель председателя Брестского облсполкома Вадим Кравчук на встрече с Ксенией и Дарьей. Губернаторам четко поставлены задачи, мы не должны вот эти все таланты, в том числе и вас, вот эту нашу красоту, не побоюсь слова, мы должны тоже их обязательно почитать в хорошем понимании и, соответственно, давать возможности дальше вам развиваться. Я знаю, что вам уже поступают определенные предложения, но нам тоже не хотелось бы упускать. Ксения Власюк, первая вице-мисс, выступала под первым номером и представляла первый регион. Символично. Пообщавшись с нашей съемочной группой, оказалось, что девушка решила участвовать в конкурсе с подачей родителей. Но уже сегодня Ксения с уверенностью может сказать, что такой опыт участия в проекте «Мисс Беларусь», да и титул, придали ей больше уверенности и принесли массу новых знаний, которые в дальнейшем она применит в модельном искусстве. Было вылнение перед выходом на сцену, хоть мы много раз это проходили, повторяли все, но все равно, когда ты выходишь в зал и видишь весь зал засаженный людьми, то, конечно, есть чуть-чуть волнение. У меня волнение было, наверное, на первом выходе, потом оно притихло, а когда мы вышли уже на десятку, хотя это был мой самый большой страх, это отвечать на вопросы на сцене, он как-то вообще ушел. И стоя на сцене в десятке, ни волнения, ничего уже не было. Я еще до сих пор не поняла, что у меня есть титул «Первый вице-мисс», но за счет того, что очень много внимания и на улице, и в университете, и в разных соцсетях, то это придает больше какого-то чувства победы, и, на мой взгляд, титул помог мне стать более открытой к миру. Для меня этот титул очень многого стоит, и я считаю, что все так, как должно быть. Вхождение в эту тройку и стать второй, это, я скажу, это как пьедестал с медалями, это как серебряный призер практически, но это круто. Дарья Якубовская – вторая участница, которая представляла «Первый регион», учится на архитектора, а участие в проекте «Мисс Беларусь» для нее своеобразное приключение или даже хобби. Принять участие в конкурсе такого масштаба и представлять «Брест» – большая честь. Тем более, что конкурс помог ей посмотреть на себя и окружающий мир под другим углом. Это тяжело, во-первых, потому что мы далеко от родных, далеко от дома, там кругом чужие люди. Но атмосфера была как бы дружелюбная, приятная, поэтому было и тяжело, и весело, и грустно, и очень интересно одновременно. Подготовка длилась целый месяц, с 7 августа по 8 сентября до финала. В нее ходили встречи с влиятельными людьми, с интересными людьми, дефиле, примерка костюмов различных и народных, и вечерних, посещение интересных мест, записей, визиток, фотосессии, дневники. Всполнения выйти на сцену перед большим количеством людей не было. Это было скорее восхищение тем, что я здесь стою, что я здесь нахожусь, и мне очень понравилось выступать на этом концерте большом. А подготовка, мне все понравилось. Чтобы добиться высоких результатов, нужно не только любить то, чем занимаешься, но и очень важна поддержка близких и родных, а именно семьи. С этим согласны родители Дарья Якубовская и Ксении Власюк. Мы как-то вот эти вот этапы, она где-то хотела, где-то не хотела, понимали, что это сложно совмещать учебу, вот эти мероприятия все, потому что они тоже требуют и внимания, и какого-то эмоционального другого фона, и переживаний, поэтому как-то, конечно, я ей давала право выбора. Если ты хочешь, да, мы тебя поддержим, поэтому у нас так решался вопрос. Когда я в десятку объявили, я прям с замиранием в сердце, но когда объявили, что первый номер, первая вице-мисс, это, конечно, было очень восторг, у меня было желание подпрыгнуть, наверное, в этом кресле. Ну, конечно, да, очень много эмоций, настолько вот они такие, не знаю, ну, восхищение, конечно, в первую очередь, восхищение. Ну, мы же родители, кто, как не мы, сделает из нее того, кого мы хотим. Она загорелась, она вот еще в девятом классе захотела стать архитектором, я на три года ходила в политех наш на курсы, ну, для поступления, скажем так. Я с интересом наблюдал за происходящим на сцене, ну, конечно, волновался, но не без этого. Держал большой букет, у меня руки были заняты, так, вот. Ну, конечно, переживал. По завершению встречи Вадим Кравчук поинтересовался предстоящими планами и обрадовался, узнав, что и Ксения, и Дарья хотят связать свою жизнь с родной землей, а именно остаться в любимом городе Бресте. Любимое обрещанными спортивное состязание «Берестейский забег» вновь дало команду на старт всем любителям здорового образа жизни. Среди участников забега – дети и их родители, бабушки и их внуки. От самых маленьких до самых взрослых. Это прекрасная возможность для всей семьи собраться вместе, провести свободное время активно и поддержать здоровый образ жизни. Как прошел нынешний «Берестейский забег» и сколько в городе над «Бугом» фанатов легкой атлетики, расскажет Василина Бускевич. Традиционное исключительно добровольное оздоровительное мероприятие «Берестейский забег» берет свое начало в 2010 году с инициативой Брестского городского молодежного общественного объединения наследия. Идея единомышленников за 13 лет стала масштабным городским праздником, организаторами которого выступают Брестский горосполком и Белорусская федерация легкой атлетики. Для нас очень отрадно, что данный забег начинается и старту именно здесь, в Брестской крепости, потому что для нас крепость – это всегда был оплод стойкости, мужества и победы. Поэтому нашим участникам хочется пожелать в первую очередь удачи, спортивного задора, ну и, конечно же, победы, потому что брещане не сдаются. Для брещан, наверное, очень активно есть возможность участвовать в спортивных мероприятиях, не только городских, но и, в принципе, то ядро, которое в Бресте создано, легкой атлетической, маниш, Виктория, водных видов спорта, да и другие спортивные сооружения, которые имеются в городе, они дают возможность спорту развиваться. В ближайшей перспективе прорабатываем возможность обустройства спортивных площадок по городу Бресту в рамках строительства жилых домов, заодно потянем эту тему. И, безусловно, есть задумка на базе ФОКа сделать небольшую реконструкцию с пристройкой спортивных залов, для того, чтобы наши спортивные школы, которые не имеют собственных помещений, могли там обустроиться. Открыл нынешний берестейский забег заместитель министра спорта и туризма Республики Беларусь Олег Андрейчик. Сегодня в Бресте большой праздник, и, конечно, он бы не состоялся без вас, без участников, без организаторов, которых сегодня много, и спонсоров. Ну и самое главное, то, что мы вместе, и сегодня у нас будет отличный проект. Я хочу вам пожелать всем хороших ног, хорошего самочувствия на трассе. Ну и как сейчас многие из вас улыбаются, несмотря на то, что кто-то преодолеет семейный забег, а кто-то полумарафон, улыбайтесь и радуйтесь. С праздником и в добрый путь! Независимо от уровня физической подготовки, у участников забега была возможность выбрать одну или несколько трасс с разной длиной и сложностью. Семейный забег на один километр, индивидуальные забеги на 5, 10 и 21 километр. Марафон забрал больше 500 взрослых и детей, которые пробежали по улицам центральной части города Надбугом – Зубачёва, Гоголя, Машерова, Варшавскому шоссе. Во-первых, замечательная погода в этом сентябре и в Берестейском забеге впервые принимаю участие. Командой мы бежим, мы представители дворца водных видоспортов, поэтому мы сегодня решили попробовать себя не совсем в профильном для нас деле, поэтому для нас это первый опыт. В этом году вообще решил выполнить три полумарафона. Первый был в Минске, второй – это этот, и третий, конечно же, будет потом в Гомеле. Ну, не знаю, как-то интересно, просто бегаешь, узнаёшь новых людей, знакомишься, и всё, в принципе. Да больше дети, наверное, решили. Мы в Минске участвовали, им понравилось, они попросились и здесь тоже. Ребята, обрезки по-другому ходу на берега для вас? Ну, мы раньше бегали взрослыми, а дети ещё не бегали. Для детей это будет первый. Состязание привлекло не только спортсменов, но и множество зрителей. Возможность бросить вызов себе и пробежать дистанцию, или поддержать участников и насладиться духом здорового соперничества. Вот за что горожане любят берестейский забег. Ведь самое незабываемое чувство – бурлящий в крови адреналин, когда вы пересекаете финишную черту. Девчонки, как вам? Очень, очень. Понравилось? Знаете, воспитание – это в первую очередь собственный пример, поэтому пусть дети как-то приобщаются к спорту на примере взрослых родителей. Ну и плюс отличный шанс провести время вместе. Первый раз решили поучаствовать в семейном забеге с нашим дочкой. Нам очень всё понравилось, очень круто. Атмосфера завораживающая. Какие эмоции? Эмоции. Эмоции самые-самые лучшие, что только может быть. Позитивные. Мы сами как бы немножко занимаемся спортом, поэтому приучаем и наше поколение. Все участники берестейского забега получили медали финишера. Мы верим, что такой формат забега – это не только замечательный способ провести время со всей семьёй, присоединиться к движению «За здоровый образ жизни», но и отличная возможность увидеть город Брест с новой стороны и полюбить его ещё больше, потому что лучше Бреста нет места. Василина Буцкевич, Андрей Щерба, Юрий Лимонтович. Новости Бреста. Это были итоги недели, у которых, как всегда, свои герои и свои события, какими их увидели корреспонденты Бук-ТВ. Жизнь всегда проще, если понимаешь, как и что происходит. Мы встретимся снова уже на грядущей неделе. Будут новые темы и новые герои. А если вы знаете то, что неизвестно нашим корреспондентам, звоните номер в Бресте – 54-63-67. Ну а мне остаётся только добавить. Это было ваше телевидение, семейный канал Бук-ТВ. Я, Анастасия Милишкевич, говорю вам до встречи и, как всегда, желаю мира, стабильности, здоровья и добрых новостей о ваших домах. Субтитры создавал DimaTorzok